В эфире «Панорама» здравствуйте о главных событиях в регионе в изложении журналистов телекомпании «Юнион» в самое ближайшее время. И сегодня в выпуске смотрите. На мячном заводе в Горловке произошел пожар. На месте событий побывала Екатерина Павлова. Шахтер-чемпион. Донецкий клуб восьмой раз в своей истории становится сильнейшим клубом Украины. Как праздновали победу, увидел Александр Блиников. История культуры и традиции, рассказанные в танце. Ко дню защиты детей Генеральное консульство Грузии в Донецке подготовило для детворы города концерт в национальном стиле. В атмосферу Кавказа окунулась Дарья Захарова. 67 девушек в свадебных платьях прошли по улицам Донецка. На параде невест побывала Ольга Сопронова. Погибших и раненых нет. На химическом концерне «Стирол» в Горловке произошел пожар. Огонь тушили больше полусотни пожарных. Подробнее о происшествии расскажет Екатерина Павлова. Пожар на аммиачном заводе начался в воскресенье в 7 часов утра. На концерне загорелся компрессорный цех. Из-за огня в цехе обрушилась кровля. Работники концерна начали тушить пламя самостоятельно и вызвали пожарных. От главного управления привлекалось 16 единиц техники и 60 человек личного состава. Причины пожара устанавливаются, жертв и пострадавших нет. Погасить пламя удалось ближе к 9 утра. Причин пожара на заводе пока не знают. Произошла внеплановая остановка компрессора воздуха позиции 101G, в результате которой произошла утечка масла и возгорание. Создана комиссия по расследованию причин остановки компрессора и его возгорания. Виталий Пономаренко рассказал, сгоревший компрессор сейчас не работает, его разбирают. На заводе «Стирол» производят азотные минеральные удобрения, аммиак, химикаты и полимеры. Но угрозы для экологии после пожара нет, утверждает Владимир Ющенко. Вредных веществ, как таковых, не зарегистрировано и не было выброшено. Поэтому, естественно, что охране окружающей среды не было ни национального ущерба. И самое главное, особых жалоб не было, потому что там это аммиак. Естественно, если бы был выброс аммиака, то, естественно, а что такое нашатырный спиртный? Все прекрасно знаем, сразу бы это чувствовалось. На момент локализации, что важно, было отключено полностью газопостаточание, ну то есть газа, то есть угрозы взрыва не было, что самое важное. Вообще, это компрессорное в аммиачном цехе, то есть ситуация действительно была чрезвычайная. Напомним, в апреле минувшего года на концерне «Стирол» загорелась цистерна с метанолом. Тогда пожар тушили пять с половиной часов. Екатерина Павлова, Евгений Красюков, Панорама. Убийство шахтеров раскрыто. В Красноармейске задержали одного из подозреваемых в преступлении. Об этом сообщил прокурор Донецкой области Олег Сюсяйло. Личность второго подозреваемого также установлена. На данный момент он находится в розыске. Напомним, 20 мая на территории гаражного кооператива в Красноармейске были найдены тела трех мужчин с множественными огнестрельными ранениями. Что толкнуло людей на убийство, расскажет Сергей Аганесян. Мотивом скояния этого злочину стало намагание этих людей завладеть автотранспортным способом. Хочу подкреслить, что на этот час собрано достаточно доказательств, среди которых видео с камер-спостережения, отбитки пальцев и другие подтверждения, которые вказывают на скояние злочину именно этих людей. Имена подозреваемых милиция не называет. Известно, что они жители Красноармейска. Задержанный, ранее несудимый, работал на шахте. Ему 23 года. Второй подозреваемый безработный. Гражданин Н, назовем его, это наш потерпевший, он хотел поставить свой автомобиль. И через 12 минут к этому же гаражу подъезжают еще два наших потерпевших. Также шахта управления Покровской, которые должны были забрать нашего гражданина Н. И наши двое этих граждан становятся свидетелями преступления. Чтобы не оставлять свидетелей, естественно, происходит горе, и мы имеем то, что имеем уже при трухе. В доме у подозреваемых нашли маску с прорезями для глаза и арсенал огнестрельного оружия. На месте преступления обнаружили 24 гильзы. У вас возникает вопрос у всех журналистов, 24 гильзы, почему так? Но для того и следствие проводится. Мы хотим понять, что их заставляло так поступить. Вы говорите, издеваться или еще что-то их сподвигло к этому. Мы сейчас проводим в этом проверку. Правоохранители всех деталей расследования не раскрывают, ссылаются на тайну следствия. Сейчас они проводят экспертизу изъятого оружия и ищут второго подозреваемого. Сергей Аганесян, Василий Дмитриев, Панорама. Из Донецка в Крым за 7 часов первая высокоскоростная «Шкода» сегодня отправилась в Симферополь. Билеты на этот рейс приобрели 74 пассажира. Об этом рассказали в пресс-службе Донецкой железной дороги. Всего же двухэтажный поезд рассчитан на 607 мест. В крымскую столицу состав прибудет в 2 часа дня. Поездка в вагонах первого класса в среднем стоит 400 гривен, около 270. А пойдется путешествие вторым классом. Раньше ездили на обычных поездах, а так знакомые подсказали, что сегодня будет поезд. Ну и решили попробовать. Вчера приехали, приобрели билетики, сегодня будем отъезжать. Сбил пешехода и скрылся. Такая авария произошла сегодня утром в Красноармейске. От полученных травм на месте погиб молодой мужчина. Водителя правоохранители задержали через несколько часов после аварии. По данным госавтоинспекции он подрабатывал таксистом. В его машине была обнаружена недопитая бутылка водки. По результатам наркологической экспертизы, содержание алкоголя в крови водителя в 3,5 раза выше нормы. По факту открыто уголовное производство. Теперь водителю грозит от 3 до 8 лет тюрьмы. Он сам сказал, что да, выпил пол-литра водки, сел за руль. Если бы его доставили раньше, непосредственно после, там было бы еще большее количество, не в 3,5 раза, а, наверное, раз в 6, в 7. 140-130 он въехал. Метров на 10, наверное, где-то 8 и так вот он отлетел. Я к нему подбежал, так как я его друг. Я подбежал до него, обнял его, хотел дыхание послушать. Имя макеевского героя-афганца присвоили отряду пограничников в поселке Дмитровка. На территории заставы открыли мемориал. На торжественную церемонию приехали родственники и друзья Валерия Свиридова, ветеран Афганистана и солдаты украинской армии. На праздники побывали и наши журналисты. Почтить память боевого товарища в поселке Дмитровка собралось около 100 гостей из разных уголков страны. Служащие пограничных войск, ветераны Афганистана, родственники и друзья солдата. Дорогие ребята, теперь вы носите имя нашего дорогого сыночка Валерия Михайловича. Будете служить ему или он вам, я не знаю, как это все произойдет. Теперь пограничный отряд будет носить имя героически погибшего воина. В Донецкой области это первая именная застава. Именный подраздел, ввидел прикордонной службы, несет перед собой очень большую ответственность. Потому что бойцы этого подраздела, они не только охраняют государственный кордон Украины за себя, а в складе каждого прикордонного наряда с ним охраняет и герой-прикордонник Валерий Свиридов. Лейтенант Валерий Свиридов родился в поселке Кистер Брянской области. Свои школьные годы провел в Макеевке. Здесь он также окончил училище, а затем поступил в высшую военно-политическую школу. Сергей Леонтьев был его однокурсником. Известие о том, что Валеры нет, что он погиб, конечно же, резануло по сердцу. Обычный парень, который бегал сдавать зачеты по теоретическим дисциплинам, ну такой же, как все, стрелял, прыгал, списывал контрольные какие-то. Валерий Свиридов был заместителем начальника пограничной заставы в Афганистане. Участвовал в восьми боевых операциях. Зимой 1984 года погиб, подорвавшись на мине. Ну есть такая поговорка восточная, что человек жив столько, сколько о нем помнят. О Валерии Свиридовой помнят очень многие. Память о Валерии, она поддерживается уже на протяжении многих лет. Самое главное решение, каким-то образом обозначить принадлежность нашего Свиридова Валерия Михайловича к пограничникам. Пример тех пограничников, которые будут выполнять свой долг, охраняя границу своей земли, чтобы равняться на вот этих героев. Застава имени лейтенанта Валерия Свиридова расположена в селе Дмитровка в Шахтерском районе. Здесь служат около 40 пограничников. По их словам, именной отдел – это двойная ответственность для солдат. Больше на него располагается надежда и усилий. Гордость какая-то. Не просто уже отдел, а уже какой-то именной отдел имени погибшего лейтенанта, который отдал жизнь, герой. Сегодня в Украине действует 124 приграничных подразделения, названных в честь погибших воинов. Ольга Шилкина, Роман Громняк, Георгий Жилич, Панорама. Шахтер-чемпион. Горники восьмой раз в истории клуба стали сильнейшими в Украине. Последний матч этого сезона оранжево-черные сыграли с донецким «Металлургом». На игре и награждении победителей побывал Александр Блинников. Свободных мест на стадионе не осталось за несколько недель до матча. Перед кассами в ожидании лишних билетов все же толпились фанаты. А те, кому достались заветные пропуски, готовились к игре еще до входа на Донбасс-арену. Шахтер-чемпион! Шахтер-чемпион! Посмотреть шахтер вручение золотых медалей. Победу ждем последнюю. Кубок вынесут. Поздравлять будем. Это же любимая команда. Мы разъезжаем полностью по Украине. Это наше второе сердце. Мои родственники приехали на концерт, ну а я болельщица заядлая, поэтому я приехала поболеть за шахтер. Среди болельщиков шахтера и бывший игрок Донецкого клуба Виктор Грачев. Он тоже спешил на матч. Праздник сегодня. Люди должны получить удовольствие и от футбола, и после футбола, от концерта, отчествования команды в первую очередь. Столица сегодня футбола в Донбассе. Сама игра фанатов, пришедших на стадион, не могла не порадовать. Шахтер отгрузил в ворота металлурга в четыре безответных мяча. Голы забивали Костом, Хитарян, Тайсон и Эдуардо. Этот матч стал последним в составе оранжево-черных для развонараться. Он переходит в английский клуб. Должен сказать спасибо Украине, сказать спасибо Донецку за то, что меня принял как один из своих. И я должен каждому человеку, который меня хоть столько любит, сказать спасибо. Но после игры футболисты получили заслуженные медали и Кубок чемпионов страны. Донецкий шахтер четвертый раз подряд выиграл главные украинские награды, доказав, что пока равным горнякам в стране нет, говорит Ярослав Ракицкий. Эмоции самые, которые есть, приятные. Мы доказали четвертый раз подряд, что мы лучшая команда Украины. Я думаю, с каждым годом будем стараться еще лучше и лучше доказывать, что мы лучшая команда. Лучшая команда. Мы выходили и понимали, что сегодня будет праздник после игры. И должны порадовать и болельщиков, и сами себя, чтобы праздник получился праздником, а не с опущенными головами. И надо было, конечно же, побеждать. Для тебя, шахтер, любви моей медаль, Пусть тебе в чужих сирает города. Александр Блиников, Владимир Ребриков, Панорама. Драфт юниоров в Донецке свои умения демонстрировали молодые хоккеисты. Их талант оценивали представители КХЛ. По результатам соревнований с лучшими заключили контракт ведущие клубы континентальной лиги. Мероприятие длилось два дня. Его проводили в пятый раз, но в этом году впервые за пределами России. Подробнее расскажут наши корреспонденты. В первый день на лед арены дружбы вышли 44 молодых спортсмена, чтобы показать свои умения всему хоккейному миру. Всего в драфте участвуют порядка полутора тысяч юниоров. Все ребята не старше 17 лет. Предыдущее такое мероприятие проходило в России, а в этом году его принимает Донецк. У меня в руках первая двадцатка юниоров, выбранных в Центральном скаутском бюро континентальной хоккейной лиги. Я зачитываю фамилии. Неколенко, Пилипенко, Агиенко, Кузьменко, Вовченко. Вопросы есть, почему мы в Донецке проводим? Нет? Я думаю, нет. Участники матча были отобраны Центральным скаутским бюро КХЛ. Для этих ребят сегодняшнее мероприятие – возможность раскрыться и стать знаменитыми хоккеистами, уверен Дмитрий Курбатов. Система поиска, выявления и сбора информации о наших молодых, талантливых хоккеистах по всей территории, не только России, по всей территории КХЛ – это однозначно благо, благо для всего европейского хоккея. Чемпион мира в составе сборной России хоккеист Андрей Николишин на драфт юниоров привез своего сына Ивана. Спортсмен говорит, организаторы мероприятия создали самые благоприятные условия для молодежи. Драфт – это конкурс красоты, где выбирают лучших, самых достойных, самых ценных, самых перспективных. И в будущем команды, которые их выбрали, строят вокруг них либо звено, либо какое-то сочетание, либо команда. Это уже все будет зависеть на сколько высок уровень этих мальчишек. Это очень важное событие для молодежи хоккея. Это дает шажок, дает легче вступать во взрослый хоккей. Поэтому, видите, все выкладываются на все 100%, чтобы в будущем хорошо себя проявить. По итогам драфта большинство молодых игроков заключили контракты с клубами КХЛ. Их игру можно будет увидеть уже в следующем сезоне. Екатерина Пороханяк, Александр Блинников, Алексей Костюк, Панорама. История, культура и традиции, рассказанные в танце. В День независимости Грузии генеральное консульство этой страны в Донецке организовало благотворительный концерт. Мероприятие также приурочили к Международному дню защиты детей. Грузинская диаспора знакомила донецких школьников и воспитанников интернатов со своей страной. В атмосферу Кавказа окунулась Дарья Захарова. Танцы, песни, стихотворения, костюмы. В этот день на сцене ДК Куйбышева исключительно грузинский колорит. Этот концерт как раз такой маленький шаг познания нового государства, для них нового народа, может быть, и узнать, какая культура у них. А наши дети уже, которые учатся в воздействительной школе и которые танцуют в нашем ансамбле, они уже могут своим искусством и мастерством представить свою страну довольно достойно. Познакомиться с историей, культурой и традициями Грузии пригласили более 300 юных дончан. В основном это дети социально незащищенных категорий. Надя Гунько из многодетной семьи. Девочка учится в школе-интернате. Все нам очень интересно, когда нас возят куда-то. А вот это сегодня у нас простой воспитатель, и директор подошел и попросил нас отвезти сюда, чтобы мы посмотрели концерт, когда другие дети поют, танцуют. Мне очень понравились танцы, понравились. Они очень зажигательные. Песни очень проникают в сердце. У нас нет таких именно зажигательных танцев. Ну, бывают некоторые, но не такие. Для детворы Донецка выступали воспитанники танцевального коллектива Джорджия и культурно-образовательного центра МЗИУРИ. Мы хотели для детей, которые непосредственно живут в Украине, в Донецке, показать свою любовь и уважение. Насколько для нас важна грузино-украинская дружба, так как мы живем тут, это для нас вторая родина, и для нас очень большое значение имеет отношение с жителями Донецка и Украины в том числе. Кроме впечатлений и знаний о Грузии, все дети получили сладкие подарки. Дарья Захарова, Евгений Сысоев, Панорама. Более полусотни невест, семь лимузинов и голубой кабриолет. В Донецке состоялся парад невест. У каждой девушки был свой образ. Они представляли свадебные наряды разных стран. После дефиле зрители стали свидетелями настоящего бракосочетания. На праздники побывала Ольга Сопрунова. Здесь идут последние приготовления. Невестам делают макияж и поправляют прически. Над образами девушек работают около 30 стилистов. Участвовать в параде невест, я считаю, что это честь для парикмахеров, визажистов, стилистов и любых девушек. Образом мы обсуждали с девчонками. Вот одна из девушек, очень оригинальная. Хотелось проявить себя. Я делала и прически, и макияжи. Среди невест были как незамужние девушки, так и те, у кого семья уже есть. Ольга Русанова рассказала, что на своей свадьбе была в классическом белом платье. Сегодня же надела индийское сари. Готовились мы очень долго. Подбирали образ, сари, прическу. Сегодня проснулись в 4 утра, для того, чтобы все успеть, все приготовить. И, собственно говоря, вот все. Спасибо. Ирина Пенкова замуж пока не собирается. Пора для нее репетиция будущей свадьбы. Для мероприятия выбрала образ украинской невесты. Мероприятие проходило в Донецке четвертый раз. Организаторы планируют проводить парад каждый год. Чтобы люди выходили замуж, создавали семьи. Показать красоту миру, честно. Дать возможность тем девушкам, которые не могли одеть платье, одеть. Те, которые хотят повторить эти планы, вернуться в свадебный мир сегодня, они могут все это осуществить. После пяти часов подготовки невесты сели в лимузины и поехали в амфитеатр. Здесь их ожидали около 300 зрителей и 50 фотографов. Тут состоялось торжественное открытие парада. Затем девушки в сопровождении фотографов отправились к памятнику Шевченко. Здесь установили импровизированный алтарь для бракосочетаний. Но перед ним участницы только танцевали. Ведь на 67 невест было всего 8 женихов. Гости парада стали свидетелями настоящей церемонии бракосочетания. Мужем и женой стали Виктория и Герман Куршаковы. Объявляй эту прекрасную пару мужем и женой. После торжественной части невесты и молодожены отправились кататься по городу и фотографироваться. Ольга Сопронова, Владимир Ребриков, Панорама. Завтра в Макеевке отметят День памяти преподобного Ильи Макеевского. Торжественное богослужение пройдет в Свято-Георгиевском соборе. Начнется оно в 8 часов утра. Завершится служба крестным ходом. Присоединиться к празднованию может каждый желающий. И на этом наш выпуск завершен. Смотрите наши новости. Будьте в курсе всех событий. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин